Всем огромный привет! Меня зовут Сергей, а это новости из мира The Sims. Выпуск номер 76 и сегодня в выпуске. Новый контент уже в разработке, а также трансляция разработчиков, на которой они продемонстрируют новое дополнение в университете и многое другое. Ну что, ребят, мы с вами наконец-то этого дождались. Трейлер нового дополнения в университете уже наконец-таки вышел на официальном канале The Sims. Посмотреть вы сможете его по ссылке в описании. Ну а также на моем канале вышла реакция и разбор этого трейлера. Вы ее заценить можете по подсказке в правом верхнем углу. По уже сложившейся традиции разработчики сразу же после выхода трейлера идут обычно в твиттер и рассказывают интересные факты о грядущем обновлении или игровом наборе. Но в этот раз такого не случилось и разработчики сообщили нам кое-какую интересную информацию. Давайте поподробнее. Новый контент уже в разработке. Симгур Георг рассказал, что сейчас команда занята созданием следующего набора для The Sims 4. И поэтому на вопросы фанатов по поводу дополнения в университете они ответят уже 8 ноября на трансляции. На своем аккаунте в твитч, где покажут и расскажут поподробнее по поводу дополнения в университете. Ну что ж, уже 8 ноября я приглашаю вас на трансляцию, которая пройдет в 21.00 по московскому времени. Там-то мы и посмотрим на все плюшки, фишки нового дополнения. И разумеется посмотрим на редактор строительства, редактор создания персонажа и на общежитие, которое надеюсь нам покажут разработчики. Ну а также городок. Мне все еще хочется увидеть городок, его размеры и сколько на нем участков. Но разумеется совсем молчать разработчики не могли и подогнали нам совсем крошечную, но количество фактов об этом дополнении. У меня уже нагнали есть выпуск с интересными фактами, так что по подсказке в правом верхнем углу 15 самых интересных фактов о дополнении в университете. Там есть такие факты как роботы смогут жить как полноценные симы. Вы сможете ими управлять и у них будут собственные потребности. Так что переходите по подсказке, смотрите выпуск, вы там найдете много интересной информации. В преддверии такого праздника как Хэллоуин, многие магазины устроили распродажу на игры от Electronic Arts. И в этом списке оказалось The Sims 4. Давайте поподробнее. Такие интернет и физические магазины как DNS, 1S Interest и Origin устроили распродажу к Хэллоуину. Таким образом на сайте DNS вы сможете приобрести базовую игру The Sims 4 за 599 рублей. Все дополнения кроме жизни на острове за 999 рублей. Дополнение жизнь на острове за 1199 рублей. Sims 4 вампиры за 749 рублей. А Sims 4 жуткие вещи за 399 рублей. Также на сайте 1S Interest базовая игра Sims 4 стоит 599 рублей. Дополнение кошки и собаки 1199 рублей. По какой-то непонятной причине или скорее всего сайт перепутал ценники, но игровой каталог жуткие вещи стоит 999 рублей, что является дороже даже чем без скидки. А вот дополнение путь к славе стоит 399 рублей. Скорее всего сайт у этих двух позиций перепутал ценники и вы еще можете этим воспользоваться. И также скидки стартовали и в официальном магазине игры The Sims 4 Origin. Скидки до 60% на несколько дополнений каталогов и игровых наборов, а также на базовую игру. Таким образом базовая версия игры стоит 739 рублей 63 копейки. Дополнение жизнь на острове стоит 999 рублей 50 копеек. Дополнение путь к славе, кошки и собаки, жизнь на острове, на работу, веселимся вместе и времена года стоят также 999 рублей 50 копеек. Игровой набор вампиры стоит 749 рублей 50 копеек, а каталог жуткие вещи 399 рублей 50 копеек. Ну что ж ребят, если вы хотите приобрести коллекцию The Sims 4, то вам придется немножко постараться и походить по разным магазинам. Так как в разных магазинах ценники почему-то отличаются в эту скидку. Ну а теперь то, что я хотел объявить еще с самого начала выпуска, а именно конкурс на дополнение в университете проходит в нашей группе ВКонтакте. Так что перегрите по ссылке в описании, участвуйте, там уже более 300 участников. И это очень круто, так что ребята у вас все еще есть шанс участвовать, тем более что мы разыгрываем два ключа на дополнение в университете. Один ключ разыгрывается у нас в группе ВКонтакте, а второй ключ будет разыгрываться в Инстаграм. Вам нужно всего лишь подписаться на нашу группу ВКонтакте, сделать репост конкурсной записи или же подписаться на два Инстаграма. На мой и на Инстаграм спонсора. Там все условия в группе ВКонтакте в нашей есть, но если у вас нет доступа к ВКонтакте, то не обижайтесь. В скором времени мы устроим также конкурс для тех, у кого нет ВКонтакте, то есть прямиком в нашем новостном Инстаграме. Переходите по ссылке в описании и подписывайтесь на наш новостной Инстаграм. Там совсем немного остается до тысячи подписчиков, давайте добьем эту цифру. Ну а теперь наша постоянная рубрика новостей одной строкой. Симгуру Морган опубликовала первый концепт-арт по дополнению Sims 4 в университете. Также она сообщила, что эти цветочки будут в игре, их можно увидеть уже на официальных скриншотах из дополнения. Также она сообщила, что эти цветочки будут отдельным объектом, а не частью какой-то полки. После выхода трейлера к дополнению в университете, Симгуру обновили аватарки на своих страницах в Твиттере, где показали одежду из грядущего дополнения. На этих аватарках можно разглядеть новые головные уборы, новую одежду и новые прически у персонажей. Ну это были все самые свежие новости из мира The Sims за прошедшую неделю. Если вам понравился выпуск, не забудьте поставить палец вверх. Также подписаться на канал и нажать на колокольчик, дабы не пропускать все самые свежие и интересные новости из мира The Sims. Ну а с вами был Сергей, я это канал Хабаки Вели, всех безумно люблю и всем пока-пока, мои хорошие. Пока-пока.